Я не верю в кризис журналистики, я верю в кризис человеческой совести, потому что, к великому сожалению, на главном государственном телеканале страны мы видим примеры профессиональной деградации. И связано это всегда только с одним – с забронзовением некогда профессиональных журналистов. Как только журналист начинает чувствовать себя мессией, как только журналист начинает доносить не объективные факты, а собственное суждение, помноженное на ответственность за судьбы страны, с этого пути, мне кажется, начинается профессиональная деградация журналистики. Во всем ином я не вижу даже поводов для волнений и сомнений, потому что я практически каждую неделю вижу молодое поколение тележурналистов в Асланском институте телевидения и радиовещания. Естественно, что я веду там мастер-классы, я общаюсь с ребятами, девчонками, мальчишками, которые бьют копытом и стремятся в бой. И я вижу, что пришло совершенно иное поколение. Поколение, которое либо не умеет, либо не хочет бояться. Если не умеет, то это будет пропавшее поколение, потому что страх – это все-таки тот маркер, который позволяет нам объективно оценивать существующие угрозы и опасности вокруг. А если не хотят бояться, на что я очень надеюсь, тогда это действительно будущее свободной журналистики. Поскольку именно ощущение внутренней свободы перед какими-либо наносными социальными маркерами, искусственными социальными маркерами, навязанными социальными маркерами – это то, что может изуродовать молодого человека, который вступает в тезю тележурналистики, публицистики. Внутренняя свобода означает всего лишь одно для журналиста – право донести факт таким, как он есть на самом деле. Здесь и не нужен субъективный подход. Нужна лишь смелость на правду факта. Спасибо. Спасибо. Спасибо.